Здравствуйте, друзья! Добрый день! Начну я с одного анекдота, который до конца я не знаю. Но получилось так, что ехал в электричке много-много лет назад. Был молодой парень, ехал в электричке из Твери в Москву. И там какие-то люди были, и один другому рассказывал анекдот. Но вот я не услышал весь, но услышал замечательную фразу, которая там была, и которая сама по себе как целый анекдот. А было это где-то на 70-м году советской власти. И вот он, анекдот звучал так, он говорит, я про советскую власть ничего сказать не хочу. Но вот династия Романовых, 300 лет правило, и на 70 лет не могли запасу сделать. И вот аналогичная ситуация сегодня вот днем произошла. У меня вот вспомнился, у меня пришел в голову этот анекдот, когда я смотрел выступление президента Соединенных Штатов Доналда Трампа перед журналистами в связи с тем, что не удалось там вот им, республиканское большинство, не смогло собраться и проголосовать за собственную реформу здравоохранения. Вот так получалось, что влево пойдешь, правых потеряешь, вправо пойдешь, левых потеряешь. А вот так, чтобы сразу и все, у них не получилось. Ну не получилось и не получилось, вот. Но кто виноват? Оказалось, что виноваты демократы, которые не проголосовали вместе с ними. То есть вот не виноваты те республиканцы, которые отказались поддержать партийную, так сказать, программу, а виноваты демократы, которых, можно сказать, сместили от управления страной, да, под крики, что мы сейчас отменим Обама-Керр, и так и не отменили. Обама-Керр остается фактически законом, и я-то думал, честно сказать, я надеялся, что они скажут, ну, мы вернемся к этой теме там через, ну, не знаю, через три месяца. Но они этого не сказали. Они сказали, мы времени терять не можем, у нас сейчас на повестке дня реформа налогообложения системы. Там, на самом деле, есть три очень важные вещи, три, которые могли бы повлиять серьезно на положение в стране в лучшую сторону. Значит, первое, это налоговая реформа. Второе, это инвестирование триллиона долларов в инфраструктуру, в строительные вот эти вот проекты, это очень здорово. И третий элемент очень важный, там был создать такие условия, чтобы американские корпорации свои прибыли ввозили в страну, потому что они их не ввозят, держат за границей, чтобы налоги не платить. То есть, как бы им выгоднее там эти прибыли обриходовать в других юрисдикциях. И вот как сделать так, чтобы они эти там деньги, там тоже очень-очень-очень большие суммы, там счет идет на триллионы. Вот, есть вот эти вот три вопроса, которые могли бы, конечно, в значительной степени улучшить ситуацию в стране экономически. Но, ну как-то вот они начали не с того, начали они с чего-то политического больше. Но, конечно, тут еще есть момент важный. Реформа здравоохранения, то есть отмена Обама Кера и замена его вот чем-то таким республиканским, это был важный предварительный этап в налоговой реформе, потому что одно дело, у тебя есть больше свободных денег, а другое дело, у тебя есть меньше свободных денег. Отмена Обама Кера имеет свою логику, как бы, да, то есть она должна была освободить какое-то количество средств, которые собирались пустить и на строительство, и на оборону, и на, там, ну, грубо говоря, защиту границ, так сказать, безопасность, там и так далее. Вот, получается, что денег как бы меньше. И вот это подрезает немножко планы, не отменяет их, но подрезает немножко планы будущей реформы финансовой, налоговой и так далее. Так вот, сказано было, что мы не будем возвращаться к этой реформе здравоохранения больше пока. Трамп выразил надежду, что она сама по себе рухнет, вот, и демократы поймут, какие они идиоты, и, значит, сами придут и скажут, давайте будем сотрудничать. Ну, в общем, то есть он считает, что если бы, так вот даже сказал, что если бы они эту реформу приняли, то это было бы даже как бы на пользу демократам, потому что это предотвратило бы коллапс, значит, Обама Кера. Ну, такая интересная логика. Я же говорю, что династия Романовых виновата была, вот, и, значит, что 70 лет ей кушать нечего. Ну, в общем, такая вот интересная логика. Да, я посмотрел, что говорят аналисты, которые занимаются, ну, специализируются на рынке ценных бумаг, там, и так далее. Они говорят, что рынок ценных бумаг, им пофигу, что там с этой самой, с Обама Кером. Им не терпится дождаться получить в руки вот эту вот реформу налоговую и все остальные. И в ожидании этого всего там уже и вроде и акции росли. Но вот как бы не то, чтобы у них какое-то облегчение, но типа того, говорит, уже ладно, уже проехали, уже дальше пошли. То есть рынок ценных бумаг ожидает совершенно других, как бы, решений. Вот. Ну, посмотрим, как пойдет. Другое дело, что, как сказать, когда речь идет о триллионах, там, да, триллион туда, триллион сюда, это может быть тоже непростым вопросом. И может оказаться, что, как бы, реформа налоговая не будет такой быстрой, стремительной. Понимаете? И меня, например, лично, что в этом плане с реформой здравоохранения, что меня в сомнения какие-то вводят, значит, все-таки в течение семи лет, вот семь лет назад, вчера было семь лет, как президент Обама подписал вот этот самый Обама-Керр закон в течение семи лет, вот не было дня, чтобы там не ругались, не плевались, не кричали, не размахивали там всем чем угодно там и так далее. И оказывается, что программы-то нет. То есть партия переходит из оппозиции в правящую, да, фактически. И вдруг выясняется, что программы-то нет, голосовать-то не за что. Вот это интересно. Поэтому я просто боюсь, чтобы у них и с налоговой реформой такого же не получилось. Что окажется, что демократы виноваты. Вот. Хотя на самом деле я думаю, что многие демократы поддержали бы налоговую реформу какую-нибудь, такую, ну, с их точки зрения разумную. То есть, может быть, у них есть гораздо больше общих точек с республиканцами, когда речь пойдет о налогах, нежели, чем когда речь идет о здравоохранении. Ну, в общем, посмотрим. Так что, пока вот такая ситуация, значит, поиск виновных уже начался. И по логике этого процесса должно быть какое-то, должен быть очередным этапом будет награждение непричастных. Вот. Но это как бы, как всегда. Хотя, собственно, у нас что, твиттер-то есть. Твиттер есть, чем можно себе медаль выписать. Только так, для этого не нужно ничего. В общем, пока такая история. Счастливо! Продолжение следует...